Всем привет! Сегодня мы будем шить динокомбинезон или просто комбинезон для малыша. Буду шить его по платной выкройке. Выкройка мне очень понравилась, я именно такую и искала. Купила я ее на сайте Элины Патыковой. Ссылку я на выкройку оставлю в описании под видео. И еще я оставлю ссылку на видео, где Элина шила такой же комбинезон, только она шила его с лампасами и с секретом для туалета. Я буду шить просто комбинезон без всего. Комбинезон представлен в трех видах, то есть можно выбрать какой шить. Я буду шить с капюшоном стойкой, также есть обычный капюшон и есть воротник. Вы тоже можете выбрать какой хотите шить. Выкройка мне очень понравилась, так как есть ростовка и в скачанном файле, в скачанной выкройке было две выкройки, то есть с разным обхватом груди, с разными замерами, если они все представлены, все есть как надо. И из этих двух я уже выбрала подходящий для себя. Буду я шить на рост 86 см, как уже сказала, без секрета для туалета. Итак, я склеила выкройку и вырезала нужные мне детали. Как я уже сказала, буду шить с капюшоном стойкой. Вы можете взять обычный капюшон. Здесь была отметина, где вставлять люверсы. Я буду просто делать петлю, поэтому сразу вырезала вот так вот дырочку. Также не забывайте, когда вы распечатаете выкройку, сначала распечатайте один лист. Есть один лист проверочный, там где расход ткани, вот 5 на 5 см. И есть на самой выкройке тоже найдите этот квадрат, вот в данном случае есть на капюшоне. И проверьте, чтобы он соответствовал размеру. Здесь 10 на 10. Так, вырезаем все детали. Также я буду шить без лампасов. Поэтому Элина рассказывала в своем видео, как шить без лампасов, как сделать выкройку. В выкройке учтены уже все припуски. Когда вы вырежете выкройку, будут две такие части. Вот эти вот обе части, они предназначены для секрета для туалета. Так как я его шить не буду. Вот здесь вот перегиб. Мы его вот так сгибаем ровненько. И вот здесь, где у нас такая полоса, мы вот так вот прикладываем. Я заколола вот такими вот скобами. Можно приклеить, если вы больше не будете использовать эту выкройку. Все. И детали выкройки можно вырезать. Обязательно смотрите по направлению долевой нити. Она идет вот так. И на всех деталях выкройки везде обозначена, как у нас идет долевая нить. На капюшоне, на карманах, вот здесь на подборте. Обязательно следите. Нельзя ни в коем случае выкраивать наоборот. Иначе у вас изделие деформируется, перекоситься будет очень некрасиво. Шить я буду из футера трех нитки с начесом. И на подвязку у меня будет кашкорсе. Для шипов я возьму черный футер. Вы можете шить вообще без шипов дракона, динозавра. Либо можно взять такую же ткань. Ничего страшного не будет в этом. Ткани обязательно перед пошивом нужно постирать и пропарить утюгом. Потому что любая ткань с содержанием хлопка дает усадку. Тоже, чтобы потом не было сюрпризов, когда вы сошьете изделие, чтобы его не перекосило. Поэтому постирайте сразу. И все, можно детали вырезать. На футере долевая нить идет вдоль кромки. То есть вот по этим вот косичкам, так сказать. И раскладываем мы вот таким образом. Вырезаем уже без припусков. На каждой детали у нас написано, сколько нужно деталей. То есть для капюшона нужно две детали. И также, если вы будете шить с подкладом, как и я, две нижние детали, внутренние для подклада, тоже две детали. Я возьму рибану черного цвета. Все, вырезаем все детали, исходя из количества. И смотря, как идет долевая нить. В руках мы тоже располагаем вот так у нас идет долевая нить. Еще хотел сказать, что касаемо расхода, то в выкройке расход уже указан для ткани. То есть для моего роста нужно 0,65 см основной ткани, то есть футера, и 0,15 кашкарсе. Если с лампасами, то же тут указано, сколько нужно ткани. То есть в выкройке все это дано. Когда мы вырезаем детали, начнем с вырезания задней части. Задняя часть у нас идет со сгибом. Вот здесь. Поэтому складываем ткань вдвое. Вот так, чтобы был сгиб. Я лицом кверху, чтобы удобнее было рисовать. Прикладываем вот так вот аккуратненько. Закрепляем блатками в чем угодно, чтобы выкройка у нас не двигалась. Вырезаем мы, обводим и вырезаем без припусков. Как я уже говорила, здесь припуски уже все включены, все учтены. Такая у нас будет одна деталь со сгибом. Также мы вырезаем две такие детали. Они у нас идут без сгиба. Тут, смотрите, везде у нас припуски есть. Далее вырезаем две детали капюшона из основной ткани и две детали из подкладочной. Две детали под борта. Одна деталь ластовицы. Две детали кармана. Если будете делать с карманом. Два рукава. И из кашкарсе, либо из рибана вырезаем манжеты. Это манжета рукава. Нужно две детали таких вырезать. И две манжеты брюк. Также вы можете сделать их, допустим, два раза шире, чтобы потом подгибать можно было. То есть сделать удлиненную версию. Я сделаю так, как выкройки дуну. В итоге у нас получаются следующие детали. Одна деталь спинки со сгибом. Две детали переда. Два рукава. Вот они у нас. Зеркальное отражение друг друга. Одна деталь ластовицы. Две детали под бортом. Два кармана. Карман у нас идет с вот такой вот штучкой, чтобы ее можно было подогнуть и пристрочить. То есть, если вы хотите подгибной такой сделать карман, тогда вырезайте с этой деталью. Я хочу к краю пришить косую бейку трикотажную, такую окантовку сделать. Поэтому я вырезала без этой детали. Две детали кармана. Манжеты. Вот у нас две штуки манжеты, рукава. и две штуки манжеты штанины. И также две детали капюшона. В капюшоне я сразу отметила там, где я буду делать петли. Вы, если будете устанавливать люверсы, можно установить в мастерской, так же отметьте. И с обратной стороны нужно будет проклеить флезелином, либо дублерином, что у вас будет. Так как я буду делать комбинезон Дина, поэтому я буду добавлять шипы. Я решила, что я добавлю шесть шипов. Конкретное количество вы выбираете сами. То есть чем больше шипов, тем, допустим, они меньшего размера. Либо вы можете сделать только несколько штук, не на всю, не на весь капюшон. Тут на ваше усмотрение. То же самое и по спинке. Можете сделать на всю спинку, можете сделать пару штук. На спинке я буду делать три штуки. Как померить, какого размера они должны быть. я примерно вот отсюда допустим начну измерять. У меня будут начинаться шипы. И измеряем до того места, где у нас примерно будут заканчиваться. Допустим, вот 42 сантиметра намерила. Хочу шесть шипов, поэтому 42 делим на 7 получится 42 делим на 6 получается 7 сантиметров. и нужно вырезать треугольники равнобедренные. не забываем про припуски. То есть допустим у нас я запишу 42 сантиметра делим на 6 шипов получается 7 сантиметров. Вот он у нас будет равнобедренный треугольник со сторонами 7 сантиметров. и плюс добавляем припуски ко всем сторонам. То есть нам нужно вырезать треугольники со сторонами 9 на 9 сантиметров. 9 сантиметров. это если вы будете делать по 1 сантиметра припуска. Если будете по 0,7 тогда добавляйте 1,4 то есть будет 8,4 но лучше чтобы цельное было число поэтому чтобы не запутаться. и нам нужно вырезать то есть 1 шип это у нас 2 детали. Я буду делать из черного футера. Если у вас ткань не жесткая то есть не плотная как футер с начесом то можно дополнительно проклеить шипы обе детали флизелином либо дублерином либо добавить тонкий слой синтепона. Тут на ваше усмотрение. итак получается у меня будет 6 шипов на капюшоне и 3 шипа я сделаю на спине. Получается итого у меня 9 шипов значит мне нужно вырезать 18 деталей то есть по 2 детали шипа. если вы делаете без шипов то этот момент пропускаете также еще вырезаем 2 детали капюшона из подклада у меня это рибана так как у меня не было другой подходящей ткани но лучше взять кулирку без эластана также я уже подготовила шипы я все таки проклеила их флизелином потому что у меня этот футер менее плотные и края закручивались поэтому пришлось проклеить итак вырезаем кстати мы тоже чтобы у нас долевая нить вот так шла вот видно косички нас идут и таким же образом совмещаем две детали лицом к лицу скалываем булавками и прострачиваем на ширину припуска то есть на сантиметр по двум сторонам я буду прострачивать буду вообще шить комбинезон на верлоке для машинки я буду использовать иглы для трикотажа можно взять джерси либо стрейч либо супер стрейч либо вот есть такой фирмы они так и называются для трикотажа я буду использовать иглу 90 так как у меня футер с начесом он достаточно плотный если у вас ткань потоньше можно либо 80 иглу взять либо также 90 я все-таки настаиваю чтобы вы использовали тоже иглу для трикотажа потому что машинке будет легче шить трикотаж не будут оставаться дырочки и не будут пропускаться стежки поэтому очень рекомендуем и так растрачиваем точно так же все остальные детальки складываем их лицом к лицу скалываем и прострачиваем трикотаж прострачиваем не спеша так как он тянется чтобы ткани перекашивалась лучше медленно прострачиваем теперь срезаем припуск близко к строчке поворачиваем на лицевую сторону уголок я выверну палочкой расправляем если нужно проглаживаем утюгом и чтобы шип у нас так вот не ездил можете зафиксировать строчкой также внизу пару миллиметров от края можете этого не делать я прострочу на ширину лапки а низ прострачиваем пару миллиметров от края так вот у нас получается точно так же поступаем со всеми шипами такие у нас получились шипы нужное количество откладываем для спинки у меня это три штуки и остальные шипы мы примерно сначала прикладываем и смотрим как это будет смотреться если результат устраивает тогда можно пришивать вот так вот мне результат нравится поэтому от этого места я буду пристраивать шипы можно делать отметку можно на глаз и пристрачиваем лицом к лицу можете приколоть и наложить сразу я сначала пристрочу шипы а потом уже пришью вот это вот вторую часть капюшона буду пристраивать где-то на полсантиметра так вот друг за дружкой вот и теперь накладываем нашу вторую деталь аккуратно совмещаем скалываем булавками и прострачиваем уже на сантиметр то есть на ширину припуска комбинезон я буду прострачивать весь на оверлоке и капюшон тоже буду прострачивать на оверлоке если у вас нет оверлока тогда прострачивайте сначала на швейной машинке а потом обрабатываем край либо зигзагом либо строчка имитирующая оверлочная любой эластичной строчкой вот какая-нибудь из этих строчек выбрать либо просто обычный зигзаг также если вы переживаете что прямая строчка может лопнуть треснуть то возьмите зигзаг и поставьте мелкий мелкий зигзаг он будет идти получается как будет маленькая строчка в то же время она будет эластичная либо если у вас есть такая функция как у меня допустим SS это усиленная строчка можно также ей она эластичная и она усиленная я все-таки решила прострочить на швейной машинке прострочила сначала обычной строчкой потом зигзагом и вот так получается и на подкладке подкладка так как ткань тоньше она так вот собралась может собраться в такую гармошку просто отпаривайте аккуратненько утюгом припосажем и ткань примет свое первоначальное состояние вот такой вот получается капюшончик здесь где я перенесла отметку с выкройки я сделаю петлю на швейной машинке как ее делать я показывала в отдельном видео на примере прорези для ремней безопасности таким же образом делается петля и сюда ну проще конечно сходить в мастерскую и поставить люверсы наметить и с обратной стороны еще не забудьте проклеить полосочку флизелина чтобы было крепче вот я уже сделала прорези для шнурка что касается шипов на спинке если вы будете делать тогда когда вырезаем деталь саму то нужно эту деталь сделать то есть разрезать не сгиб а разрезать и добавить вот здесь вот припуск я это забыла сделать поэтому потом буду немного корректировать я разрежу и сделаю припуск минимальный вот у нас деталь спинки чтобы вставить шипы надо было разрезать если вы не делаете дина комбинезон тогда это вас не касается так я разрежу сейчас и точно так же как капюшоне получается расположу тут где удобно мне шипы пристрочу и потом лицом к лицу совмещу детали и сделаю шов только на верлоке либо если нет верлока как я показала как и здесь сделала сначала строчку потом зигзагом накладываем сверху лицом к лицу и растрачиваем здесь ну вот я обработала край на верлоке получается нас вот так вот аккуратненько разутюживаем наглаживаем пока что откладываем в сторону и закончим капюшон нам нужно соединить основную деталь и подклад подклад выворачиваем на лицевую сторону вот кстати я его прогладила он стал ровный ничего не волнит вот таким вот образом и лицом к лицу мы совмещаем совмещаем этот шов мы так вот расправляем чтобы не было сильного утолщения один конец в одну другой в другую закалываем булавкой и прострачиваем вот отсюда так вот идем по капюшону и заканчиваем вот здесь эту стойку мы пока не трогаем и аккуратно проглаживаем и когда мы прогладили я так нескольких местах заколола булавками и нужно нам отстрочить пару сантиметров для шнурка нашего чтобы он не ездил по всему капюшону я начну где-то можно на ширину лапки либо на сантиметр вот отсюда идем вот так вот потом от этого отверстия тоже оттуплю где-то может сантиметр это будет примерно на расстоянии от края два с половиной сантиметра и на этом расстоянии буду прострачивать по всему капюшону вот так потом точно так же выйду здесь низ на сантиметр и вот сюда выведу вот так вот получилось шнурок я вставлю уже в конце когда комбинезон будет готов теперь обработаем вот эту часть кармана если вы тоже будете обрабатывать бейкой если вы вырезали так как по выкройке то просто подгибайте краешек и прострачивайте я буду обрабатывать косой бейкой трикотажной ширина у меня три с половиной сантиметра складываем вот так бейку пополам лицом наверх прикладываем к этому краю который наш карман оставляем чуть-чуть хвостик и пристрачиваем так бейку слегка натягиваем футер мы не трогаем не натягиваем только бейку вот так вот пристрачиваем по краю я буду на верлоке так вот получается эту часть мы отгибаем вот сюда наизнанку и по лицевой стороне мы прокладываем строчку так чтобы она зацепила наш шов и после того как мы отстрочим здесь наш вход в карман лишнее обрезаем и обрабатываем зигзагом либо на верлоке вверх и низ боковые стороны не нужно мы потом будем их пришивать в передней части комбинезона вот так вот получилось здесь зафиксировали верлочную строчку лишнее срезаем здесь и обрабатываем зигзагом либо верлоком вверх вниз в карман вот так вот теперь мы эти края аккуратненько подгибаем и проглаживаем вверх и низ нижнюю часть можно в принципе и не проглаживать верхнюю часть мне пришлось еще заколоть булавком потому что футер с начесом он не хочет так хорошо проглаживаться и теперь мы берем переднюю часть нашего комбинезона и исходя из схемы мы переносим отметки где карман или вы можете на свое усмотрение расположить карман располагаем вот таким образом прикалываем булавками исходя из метки и аккуратненько пристрачиваем так чтобы не было этого шва видно можно по краю и потом мы вот так вот отгибаем она будет так и прострачиваем здесь и вот здесь главное следить за тем чтобы на обоих частях переда наши карманы совпадали я буду прострачивать на ширину лапки острачивать я буду тоже на пару миллиметров и вот эту часть я буду тоже совмещать исходя из отметки на выкройке передней части вот этой вот чтобы было точно ровно сейчас приколю и приложу вторую деталь чтобы убедиться что все идеально ровно теперь можно соединить нашу заднюю часть и передние части по вот этим боковым швам прикладываем лицом к лицу и и штанином к лицу и и и и и и и и и растрачиваем и обрабатываем зигзагом либо на оверлоке с одной стороны и со второй стороны тоже самое вот так вот у нас должно получиться такая у нас цельная деталь теперь можно пришивать рукава для этого мы берем деталь рукава складываем ее лицом к лицу вот таким образом скалываем и прострачиваем вот здесь вот делаем шов и на манжете берем манжету тоже складываем ее также лицом к лицу и прострачиваем вот здесь по длинному шву по длинному срезу то же самое можно сделать на остальных манжетах на рукава сразу и для штанины тоже складываем лицом к лицу и по этой стороне сшиваем кольцо теперь вот эту вот деталь сворачиваем вот таким вот образом пополам складываем шов мы расправляем в разные стороны можно сразу отметить вот здесь вот серединку я здесь булавочку в колю здесь тоже можете либо отметить середину либо так и теперь нам нужно положить внутрь манжету шов к шву так чтобы у нас линия шва сходилась смещаем этот шов ей этот шок чтобы было все красиво скалываем булавочкой и совмещаем середину здесь и середину здесь манжета немного меньше чем рукав поэтому манжету аккуратненько распределяем футер не растягивайте иначе потом когда вы сошьете у вас очень сильно будет волнами строчка проходить и будет очень некрасиво с лицевой стороны и аккуратненько здесь тоже распределяем растягиваем шкарсе либо рибану что вы брали на подвязы если вам тяжело прошивать таким образом манжету тогда я советую после того как вы скололи сметать это все и потом уже прострачивать на швейной машинке либо на оверлоке таким образом растрачиваем по краюшку то есть обычно обрабатываем наш край на швейной машинке потом зигзагом когда будете шить на швейной машинке или оверлоки вот это вот место где толсто если у вас тоже футер с начесом 3 3 нитка он достаточно плотно и здесь создается очень сильная вот дешев утолщение аккуратненько вручную маховым колесом прокручивайте либо можно даже если вот на оверлоке если боитесь шить чтобы было ровненько все можно все прокрутить маховым колесом как вручную и прошивайте аккуратненько чтобы все наши края все захватилось конец строчки можно спрятать под оверлочную но я сделала такой нахлёст поэтому чуть-чуть под затянуем срежу вот так вот получается и вот так вот на лицевой стороне точно также потом будем обрабатывать и манжеты ножек теперь нам нужно пришить рукав к нашей основной части комбинезона не забываем про отметки вот они на рукавах вот на выкройке здесь на рукаве здесь и напереди вот здесь вот отметку лучше переносить их вначале на выкройке у меня было их плохо видно ей поярче сделала итак эти отметки у нас должны быть должны их совместить вот таким образом мы раскладываем чтобы была отметка к отметке и лицом к лицу нам нужно скалывать сначала я скалываю отметки потом краешек потом соединяем шов подмышкой и на рукаве тоже в разные стороны их направляем чтобы меньше было утолщение а также если вам тяжело вы также можете сначала сметать таких вот местах этот рукав потом уже прострачивать точно так же мы прикалываем второй рукав и пристрачиваем вот так вот получается изнутри вот так вот с лицевой стороны точно также и второй рукав делаем вот так вот у нас получается в итоге теперь можно решить наш капюшон пришивать мы будем его также лицом к лицу только подклад мы не пришиваем и пришиваем нашу верхнюю ткань футер совмещаем сначала средние швы точно также раскладывая их в разные стороны чтобы был шов шов потом мы совмещаем наши паковины то есть стойку нашу и перед в итоге нам нужно равномерно распределить наш капюшон есть если ткань длиннее тогда при посаживаем если ткань немного короче тогда растягиваем вот так вот получается и прострачиваем также здесь также где утолщение аккуратненько нужно вручную маховым колесом прокрутить вот так вот у нас получается все швы аккуратненько отутюживаем и теперь нам нужно обработать края на оперлоке либо зигзагом и лучше так как мы будем пришивать здесь молнию лучше проклеить полоской флизелина либо дублерина что у вас будет вот так вот я проклеила и до того места где у нас стоит на выкройке отметка здесь не понадобится так молнию мы до сюда будем пришивать а это будем сострачивать с одной стороны со второй точно так же и также проклеила подборта теперь обрабатываем подборт повсюду кроме вот этой части это точно так же и обрабатываем отсюда до конца этот передний шов с одной и со второй стороны для клапана я отрезала кушкарцы квадратик он у меня размером получается квадратик будет 9 на 9 сантиметров сложила его лицом вовнутрь и нарисовала полукруг и сейчас прострочу это уже с учетом припуска я прострочила на верлоке вы можете прострочить на машинке и срезать близко к краю буквально пол сантиметра и выращиваем на лицевую сторону можно здесь если лишнее подрезать если вам кажется что сильно широкая и вот таким образом у нас получится клапан что пришить молнию я вывернула на лицевую сторону чтобы было понятнее так молния у нас должна располагаться вот так вот вот у нас лицевая часть так вот у нас должна идти молния у меня она разъемная я ее расстегиваю вот она у нас и мы лицом к лицу ее прикладываем вот таким образом зубчики у нас здесь когда она когда мы пристрочим отогнем это будет выглядеть вот так к одной из половинок я сразу пришью планку сверху защитную с правой стороны подгибаем хвостик сначала один раз так треугольничком потом второй раз треугольничком прикладываем защитную планку вот так вот и пристрачиваем на машинке чтобы там было проще работать вот так вот получается молнию буду пристраивать лапкой для пристрачивания молнии вот такой я ее заказывала на алиэкспрессе вот такая шла в комплекте мне не очень удобно работать удобнее вот этой вот так для начала прикалываем одну часть молнии я приколю сначала вот эту вот как уже говорила лицом к лицу начинаем от верха вот отсюда тоже хвостик мы подгибаем прикладываем прикалываем прикалываем если вам сложно пришивать молнию если у вас плохо получается тогда я советую после того как вы приколите тоже приметать молнию аккуратненько распределяем молнию чтобы было все ровно вот так вот и теперь вот этот вот наш подборт мы так подгибаем чтобы молния у нас была посередине прострачиваем на швейной машинке я буду прострачивать на сантиметр вначале аккуратненько проходимся вручную так как там молния если вот верх молнии он такой жестковатый чтобы не сломать тегло аккуратненько вручную маховым колесом и не спеша мы прострачиваем чтобы ткань у нас не растягивалась так вот расправляем аккуратно молнию вот так вот расправляем аккуратно молнию далее мы пристегиваем нашу вторую часть и на молнии самой делаем основные отметки чтобы молния у нас мы потом пришили ровно делаем чем больше меток тем лучше я сделаю делаю внизу и вверху кармана отметки далее горловины и вот здесь поставила отметина теперь расстегиваем молнию и пристрачиваем ее таким же образом лицом к лицу при этом совмещая метки кармана и воротника и пристрачиваем точно также на сантиметр тоже прячем сюда наш клапан закрываем подбортом прострачиваем здесь аккуратненько тоже прокручиваем маховое колесо вручную здесь очень достаточно такого толщения прокладываем строчку и и застегиваем и проверяем меточки на сошлись теперь можно зашить капюшон проглаживаем вот так вот внутрь и либо пришиваем по тайным стежком чтобы не видно было либо если есть киперная лента тогда можно застрочить киперной лентой к сожалению я не нашла нужного цвета и размера поэтому буду зашивать капюшон тайным стежком и потом еще сделаю декоративную отстрочку по молнии я все-таки сначала решила сделать отстрочку по молнии потом уже пришивать капюшон тайным стежком вы можете не делать отстрочку то по вашему желанию если все-таки будете делать то растрачивается на ширину лапки чтобы захватить молнию чтобы она не оттопыривалась либо зафиксируйте все по тайным стежком вот так вот я зашила зашивала получается по шву который мы стачивали капюшон из футера и основную деталь и с этой стороны ничего не видно и осталось ставить шнурок я взяла два метра если что лишнее обрежу берем булавку и продеваем конце можно завязать регулируем длину которая устраивает в конце если крошится можно полить зажигалкой вот такой у нас получился один комбинезончик я сшила на ребенка ростом 80 брала 86 по выкройке размер сидит он хорошо как я и хотела с небольшим запасом но если у вас малыши сильно пухлые тогда я думаю что можно по пару сантиметров добавить к выкройке либо если вы если вы любите посвободнее я люблю чтобы было более-менее обтягивающе поэтому меня такой вариант очень устраивает на этом у меня все если вам понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь на канал если не подписались и жмите на колокольчик чтобы не пропустить следующее видео до встречи